здравствуйте друзья меня зовут просто лена и сегодня мы с вами будем делать очень такое деликатесное блюдо сыровяленое мясо причем мясо куриное я купила грудку куриную вот такую большую целую не буду говорить и показывать как она выглядит все прекрасно знают в магазине она продается то есть на косточки со шкуркой и так далее там подобное вырезал из нее филе у меня получилось вот большой грудки два таких кусочка и соответственно такие вот придаточки к ним то есть вот отсюда отрезаны для чего это надо расскажу по порядку то есть мы будем с вами вялить нашу не варить не жарить не солить а именно вялить то есть рассказываю все по порядку помыли обсушили полотенчика взяли соль и по порядку начинаю рассказывать то есть как видите у меня она уже помыта и обсушены все жилочки в принципе вот такие вот лучше конечно снять косточки все это я вот отделила от большой грудины или грудины или грудки неважно то есть вот эти вещи в принципе мы срезаем то есть они нам абсолютно не нужны то есть вот из большой грудки да представляете что у меня получилось вот это вот то есть не косточки абсолютно ничего нету никаких прожилок и жилок То есть вот это вот тоже можно обрезать. Сейчас возьму ножичек, обрежу. Вот эти вещи, вот эти вещи, такие вот тянущиеся. Иногда попадается жирок, то есть лучше всего обрезать, чтобы они нам не мешались. В принципе, делать быстро, но очень долго ждать, когда все это вкуснятина будет готова. Прям слюнки текут. Берем соль. У меня, правда, нет крупной соли, но это не важно. У кого есть крупная, то, пожалуйста, можно крупной. Вот у меня два небольших контейнера, чтобы сложить мои грудки сюда. На донышко насыпаем соль, в один и во второй. Естественно, укладываем нашу грудку. Постараемся уложить туда наш кусочек аппендикса. Вот примерно вот так вот. И опять-таки, все обильно посыпаем солью. Не бойтесь переборщить, все нужное возьмет все в себя. Ненужное, естественно, все останется. То есть, вот так вот. То есть, первый этап у нас завершен. То есть, соль возьмет лишнюю влагу и завтра расскажу, что делать дальше. Вот это дело закрываем крышечками и кладем на сутки, буквально на 24 часа, в холодильник. Все, что будет происходить завтра, расскажу, что будем с ними делать. В принципе, первый этап пройден. Ну вот, друзья, сутки проскочили незаметно. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот смотрите, вся вода на поверхности. В принципе, можно ее сливать. Можно не сливать. То есть, она уже впитываться не будет, потому что она над над солью. То есть, что делаем сейчас? Я достаю наше мясо и прям под проточной водой хорошенечко все это дело от соли промываю. Ну вот, смотрите. Оно у нас на ощупь уже твердое. То есть, такое. То есть, вода из него лишняя вышла. Второй этап у нас начинается. Сейчас его надо хорошо... Я его промыл хорошо проточной водой, не стесняюсь, прям промывайте. Естественно, все это дело надо промять. Еще раз лишнюю влагу немножко из него вытолкать. Так, потихонечку. Вот. То есть, вот именно твердое. То есть, вы сами убедитесь своими руками, что это действительно так. И второй кусочек вместе с ампедницем. Мы также, прям не стесняясь, нажимайте прям на этот кусок, чтобы все это дело у нас высохло. И лишняя влага с поверхности тоже как бы ушла. То есть, вот практически второй этап у нас завершен. Естественно, сейчас начнется самый главный третий этап. Это смешать приправы и, естественно, обмазать нашу курицу. То есть, добавляем приправы. Вот я взяла куркуму, острый красный перец. Если вы не хотите, чтобы это было острым, то, естественно, острого перца можно поменьше. Если хотите, чтобы было действительно острое, то, естественно, побольше. Обыкновенная паприка для цвета. Соответственно, чеснок и имбирь. Сейчас мы все это дело смешаем и обмажем нашу курицу. То есть, нам нужна столовая ложка имбиря, можно побольше, ничего страшного. Столовая ложка чеснока молотого. Столовая ложка паприки сладкой. Можно и побольше, ничего страшного. Это как бы не помешает для цвета. Берем маленькую ложечку. Если вы не хотите это остро делать, то, в принципе, чайной ложки красного перца будет вполне достаточно. Ну и так, для вкуса, для цвета добавим немножко куркумы. То есть, я думаю, что она тоже дает все-таки какой-то свой, тоже чайную ложечку. Я взяла специальную емкость и это дело сейчас быстренько размешаю. Просто, чтобы не ковыряться ложками где-то. Все это дело сейчас быстренько смешается. Что делаю сейчас? Кладу наши кусочки. Можно даже, наверное, вот так вот. И, естественно, к нему наши маленькие аппендиксы. Если кто хочет, может руками все это дело втирать. Сейчас накрою крышечкой и поболтаем. Естественно, все, что не прилипнет, дамажим лапками, пальчиками. Ну, кто, как говорится, может. Тихонечку трясем в нашу емкость. То есть, так вот переворачиваем, чтобы все это у нас потихонечку прилипло. Если что не прилипнет, перевернули. Вдруг что-то, действительно, какие-то кусочки остались. То есть, вот, не жалея наши приправки. Абсолютно. То есть, наши кусочки все в наших приправах. А теперь, самое главное. Я взяла марлю, причем двойную, желательно, чтобы у нас все это дело не высыпалось. Кладем наши и аппендикс рядышком. И потихонечку, причем прижимая, можно даже свернуть все это дело, чтобы было вот хорошо. И вот так вот, подгибая краешки, мы все это дело засовываем в нашу марлю. И обвязываем веревкой потуже. То есть, вот, готово. Ну, и, соответственно, также второй кусочек. То есть, кладем вместе с аппендиксом. Можно вот даже сворачивать все это дело потихонечку, потуже прям, подгибая краешки, чтобы не сыпалось. Все это дело заматываем в марлю. Обвязали веревочкой прям потуже. Можете попросить, если сами не получается. Вот мы обвотали все это. Я обвотала все это дело веревочкой. Вот, посмотрите. Поплотнее. Так, чтобы все это дело можно было вот так вот подвесить. То есть, она должна быть как пресс такой вот, спрессованная. Чтобы все это дело пропитывалось, соответственно, ввялилось. Подвесить, естественно, там, где проветривается, на 7-10 дней. Ну, и, конечно, дождаться всей этой вкусноты. В принципе, как бы вот этапы все пройдены. То есть, именно подвесить вот так вот в прохладном месте. Можно на кухне, чтобы это дело весело. Ну, вот, в принципе, все этапы пройдены. Осталось дождаться, когда пройдут 10 дней. А мы, соответственно, с вами обязательно встретимся через 10 дней. И попробуем, что у нас получилось. Прошло примерно дней 10. Вот так она у нас выглядит. Такая вот. Понятно, что не очень, как бы, на вид взрачная, скажем так. Но не в этом дело. Главное, что она вкусная. Мы ее сейчас разрежем. И развернем из марлечки. То есть, на вид она такая вот неказистая, такая плотная, но, в принципе, вкусная. Режем ее наточенным ножичком, прям тоненько-тоненько. Ну, вот, что-то примерно вот такое вот. На вид. Вот. Смотрите, как красиво выглядит. То есть, острым ножом, прям тоненько-тоненько. Вот такая вот вяленая штучка, куриная, у нас получилась. Сейчас попробуем. Режется великолепно. Подпенное самое оно. То есть, не соленое, не пересоленное. Все то, что нужно. Если вы будете ее держать дольше, ну, у меня немножко вот получилось, да, чуть-чуть подольше, да, в 10 дней. В принципе, 7-10 дней. То, может быть, она будет помягче. Но вот это, в принципе, тоже неплохо. В меру соленая, в специях, вот такая вот красивая на вид внутри. И очень вкусная. То есть, самое милое дело, приглашайте гостей. Пусть они приносят с собой пенные, а вы приготовите вот эту вот вкуснятину. Ну вот, друзья, такая вкуснятина у нас получилась. В принципе, очень вкусно. В меру перченая, в меру соленая. Ну, да, для пенового самое оно. Так что, если вам рецепт наш понравился, конечно же, ставим лайки. Пишем комментарии. Может быть, вы как-то другое что-то делаете. Будем пробовать. Единственное, что могу добавить. Вот эта вот грудка, которая продается с кожей и с костями, намного дешевле, если вы будете просто искать куриное филе вот это вот. То есть, обойдется вообще прям, ну, в копейки. Вот такие вот, как бы, комментарии я хочу вам сказать, что это не настолько дорого, как всем кажется и думается. Если вы пойдете в магазин, понятно, что цену вы увидите совсем другую. Особенно сыра, вяленую, колбасу, мясо, ну, или еще какой-то там продукт. То есть, а это вы приготовили собственными руками. Поэтому, приятного аппетита, кушайте на здоровье, подписывайтесь на канал. А мы обязательно с вами увидимся в наших следующих роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok